Продолжаю читать повесть Фазира Искандера «Созвездие Козла Тура». Кто хочет вспомнить, на чем завершился прошлый сеанс, могут посмотреть. А сейчас продолжим. К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать. И, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают. Промахиваются, снова взлетают. И, наконец, усаживаются на ветках во главе с гневно-клекочущим золотистым петухом. Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке. Пригнувшись, на ходу хватает какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять теленка. И легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопросительно мочат коровы. Детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром. И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они с шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными, на одну сторону. Сомцы проигрывают. Встают на дыбы, медленно падают друг на друга. Сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют. Значит, хорошо, выпаслись. И вот уже выпустили козлят. И начинается дойка. Козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительности. Потому что боятся спутать своих детенышей с чужими. И все-таки путают. А детенышам все равно тыкается в первое попавшееся вымя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она припригоняет его или успокаивается. Словно боль, которую козленок причиняет ей, дергая за сосцы. Бывает разная. От своего одна. От чужого совсем другая. Почему-то с годами этих коз становилось все меньше. И коров становилось все меньше. И уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше, летом, они его не успевали обрабатывать. И было непонятно, куда все это делось. Я вспоминаю горницу с домотканным ковром на стене, на котором вышит огромный, провастый олень с женским лицом и печальными глазами. Позади оленя маленький человек, сутулившись с каким-то жестоким усердием, целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький. Я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разнице. Да ему и невозможно простить этой разнице, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя маленьким. И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека. Который, сутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться, ну, никак невозможно. И он, олень, об этом знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда. Ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь. Я подолгу смотрел на этот домотканный ковер и любил оленя, и ненавидел этого охотника. Особенно мне была противно его сутуленная в жестоком усердии спина. Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде. И теперь пахнущих чистой летним днем солнцем. Нас детей укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников. Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками. Среди газетных и журнальных страниц 20-х и 30-х годов попадались иногда очень интересные вещи. И так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома, и чего только там не было. Огромная олеография. Наполеон оставляет в горящую Москву всадники в треуголках. Кремлевская стена и вдали громадное зарево пожар. Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом. С богом, рассевшимся на тучах в сандалиях, перетянутых ремешком, и чем-то похожих на наши горские чувяки из сараметной кожи. Архангел говорил, «Жигиту я на коне копьем!» Ронзает отвратительного дракона. И рядом наши советские плакаты с антирелигиозными и кооперативными сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них, помню, хорошо. Пушечок, горестно, всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятия, развершимся мостом, в который провалилась его лошаденка, вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись. Поздно, братец, горевать. Надо было страховать. Я не очень верю этому мужичку, уж как-то слишком по-бабье, выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже сплеснул руками и больше ничего не делает. То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадью. Он до конца будет пытаться спасти ее, удержать, если не за вожжи, то хотя бы за хвост. Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался. И много. Она проглядывала из щети на его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я чувствовал в нем какой-то фальш. Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать. Лошадь или мост? Мне казалось, что все-таки лошадь, но тогда получалось, что мост так и должен остаться проваливающимся, потому что, ну, если он перестанет проваливаться, тогда его же незачем будет страховать. Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства – бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное – это помехи, которые можно устранить. Стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, проносившийся сквозь нас и вскормивший нас. Мир руками наших матерей делал нам добро и только добро. И разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично? А как иначе? Я думаю, что настоящие люди – это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости. Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебывали сотни разных людей, начиная от случайных пастухов, застегнутых непогодой во время перегона скота на летнее пастбище и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками. В хозяйстве дяди было несколько коров из полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь из родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений продаж покупок. Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманин обхазцы свинину не едят, и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству. Каких только не делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было непросто, или все эти труды себя не оправдывали, потому, что с годами скотины становилось все меньше и меньше. Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось спасти дядиных коз. Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, а вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились к златуру. И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дальше всего, дольше всего жил в доме дедушки, когда я еще был совсем мальчиком, а козы были еще козами, а не козлатурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее один день, или скорее один вечер с его приключениями, которое мне тогда пришлось пережить. Одним словом, шел сорок второй год. «Я жил в горах в доме дядь, дедушки. Боязнь бомбежки, а главное военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии. Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили. После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились. В окрестной деревне есть Абхазскую Мамалыгу, авторитет которой быстро поднимался. В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы и уехали. Наши деревенские родственники, посовещавшись, распределили нас между собой, по-своему, учитывая возможности каждого из нас. Старший брат, как человек уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию. Сестру отправили в семью дальнего, но богатого, и поэтому казавшегося близким родственника. Меня, как самого младшего и бесполезного отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине в доме своей старшей сестры. К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться, что к чему, как оказался приставленным к ним. Постепенно я научился подчинять своей воле это небольшое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания – «Хейт» и «Йоу». Они имели множество оттенков и смыслов в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им было это выгодно, делали вид, что спутали оттенки. Оттенков и в самом деле было много. Ну, например, если произносить в растяжку больно и широко «Хейт! Хейт!» это означало «паситесь!» Спокойно вам ничего не угрожает. Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором. И тогда они означали «Вижу! Вижу, куда вы сворачиваете!» Или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко, быстро, «Йоу-йоу!» надо было понимать опасность назад. Кузы обычно услышав мой голос, поднимали головы, как бы стараясь объяснить себе, что именно от них на этот раз требуется. Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую кружку. Они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики из кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется, Эль-Греку, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей. Пастись они любили на крутых обрывистых склонах поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливается перекусить возле ручья или речки. Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее, приятнее. Овцы обычно шли позади коз. Они паслись, низко наклонив головы, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задам, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели, сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до воду, они забивались в кусты и отдыхали по собачьи разину у рты и жарко дыша боками. Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места, укладывались где почище. Самый старый козел обычно на самой вершине, у него были устрашающие рога, клочья свалявшиеся из желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль, двигался медленно, важно, покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него. Однажды из стада исчезла коза, я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду, колючки, крича до хрипоты, так и не дошел. Возвращаясь, случайно, поднял голову и вижу, она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы, забралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми, неузнавающими глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко спрыгнула и побежала к своим. Думаю, что козы самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уже и след простыл, как будто растворились среди белых камней ореховых зарослей в папоротниках. Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнии, молнии ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка. Слетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, который чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела. Еще долго бежишь, ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха. А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кусту. Не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пенью жаворонков, случайному голосу человека на невидимой отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленным, тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени, сладкое томление летней тишины. Хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску кукурузников, летящих за перевал. Там шли бои. Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел кукурузник и почти камнем стал падать вниз в провал Кадорской долины и потом уже опустившись совсем низко так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет спасая себя видимо от немецкого истребителя. Тень его не по земному быстро пробежала по лугу совсем близко от меня черпнула табачную плантацию а через мгновение летела далеко внизу рядом с дельтой Кадора. Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет мы его узнавали по замирающему бою чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно когда он приближался к городу начинали палить зенитки и видно было как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывом он шел и шел сквозь них как завороженный так за всю войну и не убедил чтобы подбили самолет. Как-то один наш родственник приехал из города куда гонял продавать свиней и рассказал что брат мой ранен лежит в госпитале в Баку и ждет не дождется когда к нему приедет мама. Весть всех сполошила надо было как можно быстрее увидеться с мамой оказалось что кроме меня послать было некого и я стал собираться дорогу меня накормили сыром и мамалыгой дед дал мне одну из своих палок и я пустился в путь хотя день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева дорогу я помнил довольно плохо вернее расположение дома где жила мама но объяснение не стал слушать чтобы не передумали меня посылать идти предстояло через лес по гребню горы потом надо было спуститься вниз на дорогу по которой свозили бревна и дальше по ней до самого села как как только я вошел в лес сразу стало прохладно как будто вошел в воду и летний день остался позади я вдыхал чистую сырую прохладу леса слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе чем глубже я уходил в лес тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой рога проплетенной корнями земле краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой уютных подножий гряжистых каштанов заваленных каленой прошлогодней листвой хотелось полежать на этой листве положив голову на мощное покрытое мхом корни иногда в просветах деревьев открывалась дымчато зеленая долина с морем стоявшим между землей и небом как мираж вечерела неожиданно из-за поворота появились две девочки испуганные и обрадованные нашей встречей я их знал они были из нашего села но теперь казались странными чем-то непохожими на себя разговаривали опустив головы тихими почти виноватыми голосами в них появилось что-то чуткое лесное застенчивое одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла длинной голой ногой смущенно подчесывая другую я догадался что она старается спрятать хоть одну босую ногу постепенно мне передалось их смущение я не знал что говорить и охотно распрощался с ними они тоже попрощались и тихо даже как-то вкрадчиво пошли дальше вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу издали похожую на горный поток я обрадовался что могу идти по ровному месту и стал быстро спускаться едва-едва притормаживая палкой чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона я почти выкатился на дорогу ноги мои дрожали от перенапряжения я весь вспотел но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой всталой за день пыли знакомый с детства волнующий городской запах видно я здорово соскучился по городу по дому и хотя отсюда до нашего дома было еще далеко дальше чем от горной деревушки проселочная дорога казалась дорогой к нему я шел стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин и радовался заметив особенно отчетливый рубчатый взор чем дальше я шел тем светлее становилась дорога потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса ночью в горах мы часто смотрели на луну мне говорили что на ней виден пастух со стадом белых коз но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом видно надо было с раннего детства видеть этого пастуха глядя на холодный диск луны я видел очертания скалистых гор и мне делалось грустно может быть от того что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы сейчас она напоминала большой закопченый круг горного сыра с каким удовольствием я погрыз бы его острый пропавший дымом ломоть да еще с горячей мамалыгой я ускорил шаги по обе стороны дороги шел мелкий лесок ольховая поросль иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию было очень тихо только стук моей палки оживлял тишину стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками жарким светом очарного костра уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей я жадно прислушивался к смутным а иногда вдруг отчетливым голосам доносившимся оттуда выгони собаку услышал я чей-то мужской голос дверь кухни распахнулась и сразу же в мою сторону залаяла собака я ускорил шаги и оглянувшись заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки она неподвижно стояла вглядываясь в темноту боясь собак я теперь старался бесшумно проходить мимо домов наконец открылась широкая поляна с большим артеховым деревом посредине со скамейками вокруг ствола днем здесь обычно бывало шумно народ толпился управление колхоза магазина амбаров сейчас все выглядело нежилым заброшенным и в свете луны страшноватым я помнил что недалеко от цельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево но тропинок оказалось несколько и я никак не мог припомнить какая из них приведет меня к цели я остановился перед одной из таких тропинок уходящих в заросли дикого орешника не решая свернуть на нее тали вроде орешника тогда не было а может быть был минутами мне казалось что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков по извиву ее по канавке отделяющей ее от улицы по кустам орешника а потом вдруг казалось что и канавка не та и орешник не тот и тропа совсем незнакомая и враждебная вот на этом пожалуй и закончим сегодня а продолжение будет через две недели пятницу как всегда до сих пор 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 до сих пор